Девушки отдыхают Извольте, матушка Давай Пошла, Ламборджини Оля Полякова Светлая голова украинского шоу-бизнеса Те, кто смеют утверждать, что у нее в мозгу только две извилины Просто понятия не имеют, как умело она ими пользуется Посудите сами В детстве актриса В девичестве модель Сейчас певица с красным дипломом и тремя хитами А также телерадиоведущая Диджей, любящая жена И заботливая мать Для того, чтобы пресса не запуталась в ее Многочисленных регалиях Оля скромно нарекла себя супер-блондинкой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороша у тебя матушка-тачка А Марка какая? А это, Ламборджини, конябулы Да? А жрет-то сколько? Жрет дофига Жрет дофига Не запасешься сеном Не вылазишь? Не поедет А ты вообще называешь часто свои транспортные средства? Ну, вот она, допустим, у нее Ламборджини Кличка У меня еще есть три лошади У меня есть, значит, Поршик У меня есть... Мазик Мазератик Мазерати, да, ну и еще там это... Асти Мартини Ой А-а-а-а Асти Мандора Асти Мандора Нет, ну как эта хрень? А ты, кстати, часто пьяная за рулем ездишь? Ну вот сейчас Я так понимаю, что для того, чтобы управлять этим транспортным средством Тебе особого умения, вернее, обучения, инструктажа... Да? Ага Поехали Первая скорость Вторая скорость Третью скорость я боюсь Не надо, хватит Послушай, ну а с транспортными средствами, скажем, стандартными и куда менее экологичными У тебя опыт вождения какой? Ну, поскольку блондинки не апеллируют цифрами больше трех месяцев, поэтому целых три месяца Как ты училась? Это были анекдоты про блондинок? У меня есть одна... Ну, то есть, мама моя купила свою первую машину Это был Митсубиши Ланцер Ей было 10 дней И я разбила ее до состояния клубка ниток Знаешь, вот такая кругленькая она у меня была Почему? Ну, так я водила, так я училась водить машину После этого я не водила машину Это мне было лет 16 После этого я, наверное, не садилась за руль Года два А потом уже села в свою первую машину Это у меня был пыжик красненький такой Девочка в маленьком пыжок Да, ну, у меня был чуть побольше У меня был 307-й Вот, и я на нем прекрасно ездила А когда вот я познакомилась со своим будущим мужем Я тут же у него забрала Порш, а его посадила на пыжик И когда он возле банка выходил, значит, вместе со своим партнером Такие, знаешь, два представительных мужчины Из маленького красного пыжика Они только боялись одного Чтобы никто не подумал, что они педики Вот как у тебя складываются отношения с гаишниками на дорогах Прекрасно Они меня обожают Ну, как ты думаешь Как бы, вот, будучи мужчиной Ты бы отнеслась, когда останавливается блондинка Значит, кладет грудь на капот Значит, в эту, в дырку, где было стекло И говорит, что вы хотите от меня, мой генерал? И что говорит тебе генерал? Он просто полностью отдает честь Да, у него отпадает это Он сначала не понимает, что я, ну, что ему сказать и как реагировать В этот момент я быстренько уезжаю Я вообще никогда не беру с собой права Это правда Почему? Потому что я боюсь, что их потерять или что у меня их украдут Поэтому я их засунула в сейф, и они там себе хранятся Вот Но Оказывается, без прав нельзя ездить по улицам Я об этом узнала только недавно Однажды мой благоерный ехал на моей машине Его останавливает тот же гаишник, который всегда останавливает меня нарушающий и меня без прав И он ее спрашивает Вот тут ездит девушка, как бы Вот вы ничего не нарушили Но вот она всегда нарушает И никогда не тут прав Он так отодвигает эту штучку для солнца И говорит, она просто не знает, где они лежат Вот они Представляешь? Изменилось ли как-то вообще твое мировосприятие после того, как у тебя появился? Конечно же, да Особенно, когда у женщины появляется машина дорогой марки Все, господа, съем заканчивается Раньше стоишь ты, такая красивая, молодая Волосики трепаются, понимаешь? Стоишь, знакомство с мужчинами происходит легко и свободно А когда ты едешь в крутой тачке, да еще не дай бог с тонированными стеклами Все, знакомства в твоей жизни прекращаются Все при взгляде на тебя отводят сразу глаза и начинают рубка пятиться У меня была история другая Вышла тормозить машину, стою, такая ноги от зуба, понимаешь? Юбка короткая, волосики трепочутся, ручку выставила Вот, проезжает, ну, какая-то прикольная машинка За рулем парень проехал А знаешь, у мужиков же обычно немножко тормознутые реакции, знаешь? И он так раз и резко затормозил А сзади него ехал еще такой же, который же тоже смотрел на меня, на вид спереди Понимаешь? И тут он ему красивенько заезжает Прямо, понимаешь ли, в одно место И в этот момент Оля придумала новое направление в музыке Супер-поп! Ну, я так понимаю, что у тебя целая коллекция автомобилей Да, я такая коллекционерка страшная Я коллекционирую лошадей, шмотки и мужчин Да ты что! Да, и вот как раз одну из моих коллекций я сегодня хочу пополнить Я зову тебя на шопинг Отлично! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, какая чудесная! Какая чудесная у тебя машина, Оля Спасибо тебе! Правда чудесная! Я ее тоже люблю! И любовно называю ее Мушка! Почему Мушка? Потому что она летает, как Мушка, так же быстро Это нам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а есть какие-то правила, которых ты никогда не соблюдаешь за рулем? Ну, например, элементарно, повороты ты включаешь, когда ездишь? Да, автоматически это делаю О, слава богу, господи, это очень важно Потому что если бы я это делала через мозги, я бы никогда их не включала Слушай, а хамство на дорогах, часто тебе, вот ты встречалась, сталкивалась? Ой, я сама такая хамка на дороге Честно? Да, могу и загнуть, открываю этот капот, слышишь? Открываю окно и кричу, знаешь? Что в манере вождения окружающих тебя людей раздражает тебя больше всего? Вот что ты не можешь просить из-за дороги? Меня страшно, бесят тупые телки за рулем А вот у меня парочка таких есть во дворе Эй, вы тупышки, привет, ненавижу вас Вот едет за рулем тупая телка, не умеет запарковаться Не умеет, едет вот это вот, прижмется к краю, понимаешь? И вот это вот, и едет там 20 километров Это, конечно, никому не мешает? Нет, так она едет в этом ряду А, в раннем левом? В раннем левом, да Ну да, это, кстати, жлобство Ну, я тебе скажу честно Многие женщины сегодня водят машину намного круче мужчин Ну, это правда Потому что, во-первых, у бабы лучше реакции развитые Потому что, знаешь, все-таки это связано, мне кажется, с каким-то материнским инстинктом Вот сейчас мы попробуем с тобой Ой, вот Я просто на чьей-то минуту забыла, где газ и где тормоз Но я вспомнила Я с тобой справилась Выпустите меня, пожалуйста Выпустите меня Черт А, кстати, вот как тебе...